Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Брагина Настя, я художник-иллюстратор и преподаватель школы Художник онлайн. В этом видео я расскажу вам о программе для цифрового рисования компании Autodesk, которая называется Sketchbook. Преимущество этой программы в том, что она может быть установлена как на iPad, так и на другие устройства, будь то компьютер, ноутбук, другие планшеты или даже смартфон. Это выгодно отличает Sketchbook от программы Procreate, которая может быть установлена только на iPad. Итак, начнем наш обзор. Для начала я захожу в программу и мне нужно создать файл с моим изображением. Нажимаю кнопку плюс внизу экрана и мне программа предлагает создать обычное изображение, создать его на основе другого изображения, поэтому я здесь могу использовать фотографии или другие свои работы, которые я уже делала. И предлагает другие варианты, там сканировать изображение и так далее. Я нажимаю создать простой эскиз и ввожу размер изображения. Здесь у меня выставлен размер в пикселях 1800 на 2400. И этого достаточно для того, чтобы нарисовать крупное изображение в достаточно хорошем качестве. Но можно выставить и гораздо большее значение и создать изображение очень большого формата в хорошем качестве. Нажимаю создать и программа выводит меня на рабочий стол. Белым пространством обозначена граница моего изображения. Я могу его увеличивать, уменьшать, поворачивать как мне угодно. Внизу программа мне показывает, насколько я увеличила по сравнению с исходным размером в процентах или насколько уменьшила. То есть сейчас 49 процентов, это значит мое изображение больше. И под каким углом я его повернула. Оставлю в таком формате и разберу некоторые инструменты. Одним из самых удобных инструментов, которые используются в большинстве графических редакторов, являются слои. И здесь справа у меня есть палитра слоев. Я могу задать цвет фона, любой, какой мне захочется, или сделать его вовсе прозрачным. Также я могу создавать бесконечное количество слоев и на каждом этом слое работать и создавать послойное изображение, как в фотошопе, так, что я могу быстро и просто редактировать нужные мне изображения. Какие-то удалить, какие-то переместить, увеличить, уменьшить и так далее. Также при работе со слоями у нас есть отдельное подменю, где мы можем копировать, вырезать, дублировать слой, очистить слой полностью в один клик, объединить некоторые слои, заблокировать их, а также сделать некоторую цветокоррекцию и изменить цветовой баланс. Также у нас есть различные режимы наложения слоев. Я вам сейчас продемонстрирую, как это выглядит. Я в разных слоях наношу такие абстрактные штрихи разными материалами и разных цветов. Допустим. И теперь я могу различным способом наложения слоев менять свое изображение. Сейчас я сделаю поменьше, чтобы вы лучше видели. С помощью разного способа наложения слоев менять его визуальное восприятие и делать какие-то эффекты интересные. Это бывает очень полезно при работе, например, с фоном в иллюстрации. Вот всевозможные варианты наложения. Удалю. Помимо разного наложения слоев, эта программа поддерживает такие функции Photoshop, как, например, выделение отдельных областей изображения разными инструментами. Так у нас очень похоже на Photoshop выделение волшебная палочка, которая выделяет все пиксели одного цвета вокруг той области, на которую вы нажали и выбирает эти пиксели автоматически. Помимо этого есть выделение прямоугольной области, есть выделение с помощью лосо, где вы вручную можете обрисовать ту область, которую вам нужно выделить. Сложение, вычитание областей, перемещение выделенной области по иллюстрации и инверсия. Это очень большой объем функций, который очень часто полезен при работе как художником, так и графическим дизайнером. Дальше программа поддерживает функцию заливки, аналогичную Photoshop. Я создала новый слой и сделала заливку сейчас. Также заливка может быть градиентной, где мы выбираем цвета градиента прямо по ходу действия. Используя палитру нашей программы. Вот, например, таким образом. Можно создавать как линейный градиент, так и радиальный, когда у нас размытие идет от центра. И также здесь можно выбирать различные цвета, создавая разный эффект для своих изображений. Следующая функция из верхнего меню — это функция линейки, которая позволяет нам проводить прямые линии и линии по дуге. Линейка вращается, ее можно ставить под любым углом и чертить по ней различными инструментами. Также здесь есть радиальная линейка, где мы можем обрисовывать круги и овалы достаточно ровно. Есть инструмент симметрия, с помощью которого мы можем рисовать симметричные объекты. По вертикали симметрия на четыре стороны одновременно или на большее количество сторон, где мы можем увеличить их и создавать сложные изображения и орнаменты. Есть инструмент, где мы можем сразу рисовать прямые линии, овалы, прямоугольники, также в автоматическом режиме и выравнивание линий. Этот инструмент нивелирует как бы дрожание руки при рисовании автоматически. Вот так. Помимо всего прочего, мы можем вставлять в нашу работу какие-то изображения из имеющихся у нас на iPad и делать из них коллажи, либо использовать как референс. То есть вот я вставила изображение из тех фотографий, которые у меня были, и на его основе создам какой-нибудь эскиз. Могу выбрать изображение из тех, которые у меня были, разместить его на моем же листе в другом слое, и так мне будет удобно рисовать эскиз. Также с помощью этого инструмента можно создавать целые коллажи и сложные композиции из готовых изображений. Также здесь есть инструмент перспектива и выстраивание схода линий в одну точку. Перейдем к следующей панели, панели инструмента и цвета. Нажав на панель инструмента, нам откроется библиотека инструментов, в которой находится куча всевозможных вариантов наконечника нашего карандаша. Например, перо. Это один из моих самых любимых. Он создает живую линию, которая чувствительна к нажиму карандаша и имеет разную толщину по всей своей длине. Другой инструмент, который мне очень нравится, это наоборот техническое перо, которое рисует тонкие линии и не чувствительно к нажиму. Им также очень удобно работать в отдельных случаях. Есть инструмент простой карандаш, он имитирует текстуру карандаша при работе с ним. И он также, во-первых, чувствителен к нажиму. То есть, чем слабее нажим, тем менее насыщенный цвет, чем сильнее нажим, тем цвет будет ярче. Но, к тому же, он еще чувствителен к углу наклона ручки. То есть, когда я рисую ручкой вертикально, линия будет тонкая и четкая. Когда я кладу ручку почти горизонтально, появляется эффект стриховки плашечкой, которую часто используют в рисунке, когда у нас получается такая вот дымка. Также здесь очень много инструментов, передающих разные текстуры. Их тут больше ста. И текстура угля, и пастели, и аэрографа, даже карандашей различных твердостей. Например, акварельные кисти или еще что-то. Но, помимо этого, есть и просто текстурные инструменты. Когда мы выбираем, например, вот инструмент камуфляж, мне очень нравится для проработки фона. Очень часто его использую. Когда с его помощью мы как-то тонируем с интересным эффектом участки фона. Таким же инструментом может быть вот инструмент древесный уголь. Тоже при достаточно большом размере он дает очень интересный текстурный эффект. То есть набор кистей огромный. И есть даже кисти, имитирующие принты или паттерны. То есть вот, например, у нас есть инструмент звезда. Моя ручка заливает изображение звездочками, расположенными в геометрическом порядке. Также есть всевозможные клеточки, горох, различные текстуры и формы. Есть акварельные брызги, например, которыми мы можем разнообразить нашу работу и стилизовать ее. Есть даже светящиеся инструменты. Вот, например, кисть свечения так и называется. Я создам новый слой, специально залью его более темным цветом и посмотрим, как работает кисть свечения. Выберу цвет поярче. Морисонок имитирует светящийся объект, как будто он сделан из каких-то неоновых светильников. Инструментов огромное множество, различных вариантов. Есть вот, например, как я говорю, карандаши разной мягкости, то есть H, HB, 2H, 3H, 5B. И каждый этот карандаш можно выбрать. По поводу чувствительности к нажиму, тут еще важно смотреть, поддерживается ли это вашим устройством. На iPad это 100% поддерживается. И здесь действительно есть вариант рисовать линии разной толщины сразу. После того, как мы рассмотрели инструменты, рассмотрим цвета. Чем мне очень нравится эта программа? У нее есть два варианта выбора цвета. Первый достаточно стандартный. Он очень похож на выбор цвета в фотошопе, когда у нас есть палитра основных цветов спектральных. И мы можем выбрать различную насыщенность и яркость этих цветов. Практически получая любой цвет и задавая его достаточно точно. Помимо этого, программа Sketchbook поддерживает палитру маркеров Copic. Они здесь расположены по группам, по какому-то базовому оттенку. Фиолетовые, красные, розовые, оранжевые, желтые. Так же, как на маркерах, когда мы видим маркировку маркера, в первую очередь там стоит, как правило, буква, обозначающая группу цветов. Например, буквы BR это brown, коричневые. Здесь все расположено так же. И открывая эту группу цветов, мы видим цвета с различными номерами и различными оттенками. Плюс ко всему, выбирая какой-либо цвет, программа автоматически предлагает нам цвет ему противоположный, наиболее контрастный и гармонично с ним сочетающийся. То есть, например, у меня есть какое-то розовое изображение, здесь просто абстрактная линия, и я могу выбрать, программа предлагает мне два цвета, которые будут контрастировать и очень гармонично сочетаться с моим розовым. Например, голубой. Если я выберу какой-нибудь другой цвет, например, коричневый, программа также мне предложит варианты, которые могут с ним красиво и гармонично сочетаться. И это очень удобно для работы. После того, как мы нашу работу заканчиваем, нам необходимо ее сохранить. И тут также программа предлагает нам разные варианты сохранения. По умолчанию файлы Autodesk и Sketchbook сохраняются в формате PNG, то есть поддерживают прозрачный фон. Если мы работаем, например, на iPad, то мы можем не сохранять работу непосредственно на iPad, а по AirDrop или по почте, или каким-либо другим способом передать ее сразу кому-то другому. Либо автоматически сразу выложить в Instagram или Pinterest, что тоже достаточно удобно и часто экономит память наших устройств. После того, как я сохранила изображение, я закрываю программу. Но если вдруг я забыла сохранить свой файл, или отвлеклась, или у меня села батарейка на моем устройстве, в этом нет ничего страшного, моя работа не потеряется, потому что добрая программа сохранит ее за меня. На этом все. Я надеюсь, вам было полезно, и вы как минимум попробуйте эту программу в действии. Желаю вам творческих успехов и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok